Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Православный взгляд» на канале ТВ-24 в студии Марьяна Гусаренко. Сегодняшний гость нашей программы – священник Дмитрий Шишкин. Здравствуйте, отец Дмитрий! Здравствуйте, Марьяна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Отец Дмитрий, сейчас время Великого Поста. Сейчас идёт вторая неделя, и воскресенье этой второй недели оканчивается Днём памяти святителя Григория Паламы. Расскажите, пожалуйста, почему именно этому святому честь выпала такая именно в Великий Пост празднования памяти, и что связано с этим выдающимся святым? Я когда церковлялся, познавал основы православной веры, входил в пост, потом уже, наверное, учаиваясь в духовном семинаре, поражался, как мудро составлены недели эти Седмицы Великого Поста, и как многому они нас учат. А вот в частности, вот эта неделя – это просто важнейшая память очень важного человека вообще в жизни любого христианина, вернее, даже не самого человека как личности, а того, чему он нас учил. Память святителя Григория Паламы, она связана с его учением о благодати Духа Святого, об основах духовной жизни, именно такой практикующей духовной жизни, не просто, что такое духовная жизнь, а как ей жить, как её внутри впустить в себя, как ей дать волю такого духовного творчества во Христе, в Господе. Он является защитником православия, защитником асихазма, внутреннего делания. А вот, в принципе, весь пост, он нас ведёт ко встрече со Христом, а Христа очень важно встречать в духовном, во внутреннем делании, в мире сердечном, чтобы у меня на сердце был мир, мир в отношении с людьми, мир в отношениях с самим собой, с Господом Богом, порядок в уме. И здесь без внутреннего делания никак не обойтись, чтобы это всё в себе прочувствовать и впитать, и вкусить такую духовную радость. И вот здесь как раз церковь в это воскресенье приводит нам в память личность и жизнь святого Григория Паламы, защитника православной веры, православной жизни, такой практикующей жизни. Это очень замечательно. Можно поговорить немножко об его учении? Да, пожалуйста. Он развивал учение о благодати Духа Святого. И он сам, и даже немножко и до него, и вследнего, многие святые говорили, что без благодати Духа Святого, без благодати Божией, как таковая полноценная духовная жизнь, нереальна. А что такое благодать? И вот святитель Григория Палама дал ответ, что благодать – это энергии Божии, действующие среди нас людей, в нашем человеческом мире. Что значит энергии Божии, проявления Божия? Бог, Он вне мира, Он над всем, и Он вездесущ. Но моего самое любимое творение, до такой степени любимое, что Он пришел к нам, пришел в наш мир, пострадал за нас, воскрес, и не оставил нас. И чтобы мы Его чувствовали, Он продолжает являть свою заботу о каждом человеке, особенно который к нему реально тянется. И вот действие Божие в нашем мире, святые отцы именуют благодатью, нетварные энергии Божии, то есть несотворенное присутствие, дыхание, действие Божие, как сам Бог несотворен. Такое действие среди нас, оно не имеет какого-то физического присутствия, то, что можно потрогать руками. И Господь своей благодатью вдохновляет человека. Вдохновляет сделать какое-то живое доброе дело, например. Или вдохновляет пойти на службу. А вот наоборот, если мне ничего не хочется, не хочется кому-то руку протянуть, сходить в храм Божий, или перенести на потом свою исповедь, или какое-то причащение святых христовых тайн, то здесь речь идет о том, что нет во мне благодати Божией. Я так себя веду, так я живу, так я мыслю, что Господь не делится со мной благодатью. А как же простому веренину, православному человеку, как приобретать и сохранять эту благодать? Знаете, как в мире наших людей мы открываемся человеку, который нам дорог, правда? И наоборот, я себя чувствую немножко захлопнутым, закрытым, от человека, который от меня нос воротит, который меня немножко брезгует, который, может быть, со мной некультурно общается, я как-то от него закрываюсь. Вот так же Господь делится благодатью с теми, кто открывается ему, кто тянется к нему, кто себя принуждает быть человеком Божиим. Вот я здесь, наверное, сделаю акцент на слово «принуждает». Вот знаете, когда я каждый день понуждаю себя исполнять запись, ведь это не всегда удобно. Мы привыкли жить внешней жизнью. Вот, кстати, у святителя Григория Паламы вот были поборники, с кем он вступал в такую полемику, что и среди христианства, среди христиан были такие мыслители, что можно жить внешне, внешне молиться, внешне исполнять заповеди. И вот святитель Григорий Палама настаивал на том, что это всё должно действоваться внутренне, с участием твоего сердца, как молитва. Я не просто должен оттороторить, но тоже отче наш, или нашу любимую Иисусову молитву, а стараться вдумываться в неё, переживать эту молитву, размышлять о каждом слове этой молитвы, чтобы это не была какая-то мантра или какая-то скороговорка, лишь бы отталдонить. Вот об этом очень переживал святитель Григорий Палама, близкий к его времени, святой Ивановый Богослов, что всё должно проходить через моё сердце. Если Господь видит, что его не просто внешне ищу, вы знаете, как приходят в храм, а я к Богу пришёл, я ему сейчас свечку поставлю, и мне этого достаточно. И для человека свечка, как какой-то магический ритуал, такая волшебная палочка, воткнул желание, загадал и пошёл себе домой. А Богу-то наши свечки не нужны. Богу хочется, чтобы я ему сердце открыл на этой службе. Чтобы я ему свои мысли открыл, чтобы я ему своё покаяние показал, чтобы я его о чём-то поблагодарил с участием своего личного сердца. И вот когда человек, знаете, расцветает для Бога, распускается как цветок, вот тогда Бог начинает в этого человека вливать свою любовь и благодать. И человек это чувствует. Потом тебе почему-то хочется всех обнять, например, выйдя из храма. Всё, тебе благодать Божия. Тебе хочется опять в этот храм вернуться. Тебе легче стало поститься. Ты меньше думаешь о колбасе и бутербродах. Тебе всё больше и больше нравится постная пища. Тебе ни с кем не хочется ругаться. Но это признак того, что в человеке благодать Божия, и Господь его обнял. Он это похлопал по плечу. Я с тобой. И наоборот. Враг будет стараться, тёмная сила, она старается лишить меня благодати. Подкидывает, с кем-то поссорится, кого-то осудить. Потому что как только я теряю благодать, дьяволу со мной легче работать. Я более доступен, чтобы впасть в любое согрешение. А пока человек во внутреннем делу не старается не расстаться от Бога, держаться за встречу с Ним внутренне, то дьяволу очень тяжело вести человека в любой грех. Благодать человека оберегает, и благодать даёт распознать искушение, когда дьявол ещё близко не подошёл. Знаете, как у пограничников есть бинокли. Благодать даёт человеку развредить искушение издалека. А наоборот, когда оно внезапно, я могу быть не готов для встречи с этим искушением, благодать нам помогает отшвырнуть какой-то соблазн, отказаться от какого-то греха. И всё это даётся легко. А в неблагодати дьявол настолько хитёр, настолько силён, настолько коварен, что самый простой грех ему вести меня фактически ничего не стоит. Как бы человек не был уверен, в свою роду мы помним трагедию, но она очень яркая, таких-то случаев полной в нашей личной жизни, но через это и святые переживали, проходили великие святые, когда Пётр на тайный вечер заявил, что вот все от тебя, даже если отрекутся, вот я от тебя не отрекусь. Вот я вот такой, не то что они все. И он потерял эту благодать. Так бы он устоял, если бы он просто смирялся. Начинаешь себя где-то выпячивать, благодать от тебя уходит. И в итоге он трижды отрёкся. Вот он в этом каялся всю оставшуюся жизнь, и он так и остался величайшим святым в нашем мире, в нашей церкви. Но как с ней просто расстаться? Здесь ты осудил, здесь тебе что-то не понравилось, здесь ты на кого-то фыркнул, здесь ты к кому-то придрался, здесь ты отмахнулся от ближнего. И всё. И ты находишься уже в каких-то, знаете, таких сетях. Вот об этом говорил Антоний Великий, что весь мир оплотан сетями дьявола. И ученик его спросил, а как же их миновать, эти сети? И вот Антоний ответил, что смиренным это дано. А вот как раз смирение, здесь речь идёт о внутреннем делании. Не выпячивать себя, не наглеть перед другими, быть открытым, быть добрым к людям. Вот как раз вот это вот смирение, это то, что, ну, скажем так, доминирует во всей духовной внутренней жизни человека. Оно помогает нам избежать, вот именно такая внутренняя духовная жизнь, о которой говорил Григорий Палама, помогает нам избежать очень многих искушений. Оно украшает нас и изнутри, и снаружи. И даёт всегда чувствовать рядом с собой любовь Божию и присутствие заботящегося Христа. Но опять же, вот эта благодать, чтобы её стяжать, принять, получить, мы должны Богу показать, что ты мне очень нужен. Не просто там словами или какими-то молитвами, а жизнью. Наша вера, православие – это образ жизни, образ мысли. Не то, что меня крестили когда-то там. Это то, чем я живу, чем я душу, то, о чём я переживаю. Это всё наша вера, это православие. И вот, живя по мере нашей веры, мы как раз Богу и показываем, нужна мне твоя благодать. Буду ли я являться её проводником, этой нетварной энергии, этой благодати Божией. Либо она мне так номинально, пусть будет, но я с ней легко расстанусь. Зависит от того, как я живу, как я переживаю православие, веру моего Господа в своей вообще всей жизнедеятельности. Как Вы ранее сказали про внутреннее, это так называемое умное делание и про Иисусову молитву. Могли бы Вы пояснить, в чём практически заключается эта Иисусова молитва? О Господе Иисусе Христе, помилуй мя. Замечательные пять слов. Ещё раз я их повторю. Запомните, это прекрасные слова, удивительные слова. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Эта молитва не только монашеская, просто монахи, люди, которые совсем расстались с миром, чтобы отдаться Христу, чтобы жить только им, не жить мирскими заботами и нуждами. Но и Мирянину, вот тоже об этом многие святые говорили, и наши гнижные, что Мирянину тоже важно показывать, что Христос, я тебя помню, даже когда еду в маршрутке, даже когда поднимаюсь по лестничной клетке или стою в очереди в магазине, мой Христос, я тебя помню, мы по кругу в себе, чтобы это не было какой-то показухой. В себе незаметно мы творим Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Зрители видели, наверное, что монахы для этого есть чётки. Они на каждое зёрнышко говорят эту замечательную молитву. И мы делаем акцент, во-первых, на Христа, что мой Христос, Иисусе Христе, Христе Иисусе, помилуй мя, я с тобой, прияви ко мне милость. Помилуй, это не только прости меня, там очень много всего входит в это слово. «Приви ко мне милосердие, милость, твою любовь, твою заботу и прости меня за мои грехи». Эти слова надо говорить не просто, опять же, повторюсь, как какую-то мантру или скороговорку, а говорить с неким переживанием. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, будь со мной, помоги мне быть с тобой, помоги мне не отпускать тебя, твою заботу и прочее». И здесь появляется у человека, что очень важно, богомыслие. То есть я волей-неволей думаю о моём Христе. И если я со Христом, мне уже не хочется делать грехи. Как тоже некоторые святые говорили, когда хочется согрешить, представь, что рядом с тобой стоит Христос и на тебя смотрит. Как бы желание отваливается согрешить. А Иисусова молитва к этому очень стимулирует. У человека постоянная память о Боге, и человеку не хочется грешить. Или просто даются какие-то особые силы той же благодатью Божией. Даются силы этот грех перебороть и отшвырнуть от себя куда подальше. Вот поэтому вот замечательная практика, где бы мы ни находились, в себе повторять эти прекрасные слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». А ещё что здорово в этой молитве, мой ум освобождается от всякой каши, от всякого винегрета, вот этой мысленной суеты. Ведь если мы просто не обращаем внимания, но каждый день мы о чём только не думаем, и если вечером анализировать, и мы бы вели запись, то я увижу чаще всего, что в моей голове полный винегрет и полная суета. Вот многие, то же самое даже из моих знакомых, а порой и лично, в конце дня открываешь WhatsApp, и ты видишь, что большая часть твоих разговоров, они тоже какие-то суетные. Хочется общаться по делу, о том, что нужно. Даже из-за этого, не знаю, я удалил у себя несколько мессенджеров, оставив только один, самый основной. Потому что ночью много там суеты, и она даже добрая, не греховная, но такая вот, но всё равно пустая болтовня. А что говорить о мыслях? Они настолько суетные, они ещё бывают и злые, и лукавые, и коварные, и горделивые. И вот Иисусова молитва, она помогает ум очистить от всего ненужного, от суеты, и ещё и в сердце как-то всё разложить по полочкам. То есть она человека... Вот в чём красота внутреннего делания, что Иисусова молитва делает человека внутренне чище. Ты зовёшь вовнутрь Господа, и Господь внутри тебя действует и наводит порядок в твоём уме и в твоём сердце. Замечательные вещи. Да, это очень интересно. Отец Дмитрий, а правильно ли я понимаю, что вот, допустим, почему она называется умной молитвой? Потому что сложно держать в уме вот вроде бы это пять слов и всего лишь повторять их, да? Но действительно, в это время наши мысли куда-то улетучиваются. И постоянно возвращать свои мысли, свой разум к памяти о Боге, это действительно умное, да? Это тяжело. Поэтому она называется умной. Умной молитвы, умного делания в основном можно достигнуть только живя в монастырях или в скитах, или в глубоких затворах, в лесах, потому что человек полностью себя отдаёт Христу, он только с ним. Всё равно волей-неволей мир у нас отвлекает. И в этом нет ничего плохого, потому что нам Господь дал, вот мирским людям, Господь дал в миру тоже свои послушания, вырастить ребёнка. Иногда там надо его и врачам показать, что-то там, зарабатывать хлеб на жизнь, на свою семью. То есть волей-неволей человек отвлекается. Вот у монахов, особенно которые уходят в затворы, молитва переходит в некое существование, в некий стержень. Ты уже, там доходит до того, что человек полностью оставляет и забывает себя. И весь ум, всё сердце, всё существо погружено в Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Человек совершенно полностью во Христе оставляет уже не только что-то внешнее, но даже вот себя со всей своей суетой, со всем своим таким греховным состоянием человеческим. Вот это тоже называют таким умным деланием, умной молитвой. А так, живя в миру, вы можете это понимать как просто старание, ну это тоже может быть какая-то первая ступень умного делания, старание освободить свой ум от этой суеты. О том, в чём важно мне принять участие, то есть некая жертвенность позаботиться о своём ребёнке. Делать так, чтобы в моей семье больше было мира. То есть это тоже такие добрые мысли, они должны быть. Но, как правило, у человека их очень мало. Почему-то вот мы так устроены, вот наше греховное существо, наша немощь, что всё наше делание ума, оно в какой-то суете, в какой-то бестолковости. И вот умная духовная жизнь, когда я сосредотачиваюсь на Христе, она и помогает. И быть более ласковым к своей семье, более ласковым к тем, кто меня окружает в какой-то моей внешней жизни. И во всём этом участвует благодать Божия, делает меня красивее. И в итоге эта благодать Божия, вот знаете, как мы заботимся со цветами, они расцветают. Вот так благодать Божия помогает нам распуститься уже не только здесь, на земле друг для друга. В самом хорошем и замечательном смысле этого слова помогает нам распуститься и для Царствия Небесного. Это тоже такое греческое слово синергия, синергизм, соработничество. Это то, что тоже важно понимать, говоря о благодати, что соработничество, синергизм, моет с моим Господом Богом. То есть я с Ним, Он со мной. Но не может быть так, чтобы я без Него, а Он со мной. То есть Бог меня всё равно обнимает и грешным, и праведным. Но вести меня путём в небо, помогать мне в исполнении заповедей, любить исповедь, причастие, полноценную духовную жизнь и ближнего, Господь во мне это всё устроит, когда увидит, что я себя Ему отдаю, что я Его чадо, я Его ребёнок. Не тот, который там от папы и мамы отмахнулся и убежал из дома, а тот, который пребывает рядом с Отцом. Вот если я Богу это показываю каждый день в своей жизни, что мой Господь, я с тобой, всем выражением своей жизни и даже своих мыслей, то Господь уже даёт особую благодать, которая меня ведёт к Нему и украшает здесь для людей в общении друг с другом. Благодарю, Отец Дмитрий. Это очень полезная информация, особенно учитывая, что сейчас Великий пост. Надеюсь, наши телезрители воспользуются этой информацией. Благодарю вас. С вами была программа «Православный взгляд» на канале ТОВА-24. И сегодня о благодати Божией с нами беседовал священник Дмитрий Шишкин. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...